Здравствуйте, друзья! Это блог Мольта Бене. Меня зовут Ольга Багрянцева. И сегодня со мной певица, лирико-драматическая сопрано, одна из самых ярких исполнительниц русского романса, лауреат международных конкурсов и фестивалей Ирина Крутова. Здравствуйте, Ирина. Спасибо вам большое, что согласились приехать. С радостью. Спасибо. Ирина, хотелось бы вот с чего начать наш разговор. Скажите, пожалуйста, как для вас прошел период, когда встреч со зрителями было очень мало или не было вовсе? Я, конечно, имею в виду карантин. И сразу вздох очень естественный, потому что, конечно, это был такой сложный период. И, к сожалению, он, в общем-то, продолжается. Немножечко сейчас какое-то оживление происходит. Но все равно очень сложный момент. И, я думаю, не только для меня, а для очень-очень многого количества артистов. В первую очередь, мне очень грустно, что не удалось спеть все те программы, которые были запланированы в период мая-июня, которые были посвящены очень важной дате. Я говорю, конечно, про День Победы. И вот это одна из таких серьезных, можно сказать, тягостных таких страниц, потому что очень тяжело, когда ты готовишься, когда есть такой момент ожидания встречи. И вдруг это все исчезает. И, в общем-то, не удалось нам сохранить дело даже не в нас, а в самой ситуации большинство концертов просто испарились. Да. А есть ощущение, что сейчас потихоньку все возвращается уже? Совсем потихоньку. Совсем потихоньку. Но, конечно, надежда нас не покидает, как и всегда. Что как-то все это обретется. Но, конечно, уже все будет по-другому. Я так думаю, что мы вошли в какой-то другой период. Другая реальность. Да. И взаимоотношения, и со зрителем, и, опять же, вот это ограничение в количестве зрителей, оно тоже накладывает отпечаток. Но, тем не менее, вы знаете, небольшое количество людей в зале не уменьшает градус восприятия и встречи. Да. Вот не так давно были концерты, и находясь за кулисами, всегда ведь слышишь зал, ощущаешь его. И не было ощущения, что людей мало, да, потому что жажда встречи, она очень велика. А есть ощущение, что зрители соскучились за то время, что они не имели возможности посещать концерты? Я думаю, да. И это такая обоюдная тоска была, и сейчас она вот выливается в аплодисментах и в радости встречи. И артисты все выходят с каким-то новым градусом, да, отдачи. И это такой вот, не так давно, в декабре у нас состоялись, все-таки состоялись гастроли. Мы очень так трепетно и с опаской ждали, как состоится, в каком объеме все состоялось. И это, я называю таким самым большим, наверное, подарком к Новому году, чтобы тур состоялся с ансамблем «Россия». У нас было несколько концертов, такие фантастические гастроли, я их называю. Фантастические, что они могли не состоялись, да? Да, что были эти встречи, что звучала музыка, это были такие полноценные, большие концерты, два отделения. Играли музыканты, мы пели песни и встречи зрителей, конечно, это было счастье. Как же хочется, чтобы все вернулось, конечно, быстрее, в полном объеме. В каком-то объеме оно вернется, не знаю как. Но что нас ожидает в итоге, конечно, я думаю, что мы все об этом думаем и размышляем. И, к сожалению, ответов пока не находим. Пока нет. За время пандемии стал очень популярен онлайн-формат. Все делали какие-то концерты, спектакли, драматические актеры, певцы. Вот скажите, пожалуйста, а в тех направлениях, в которых вы работаете, это и романс, и народная песня, для этих направлений онлайн-формат подходит? Или все-таки только в живом исполнении можно все краски прочувствовать? Может зритель все краски прочувствовать? Только при живом обмене энергии между актером, певцом и зрителем? В идеале, конечно, да, только живое. Но все-таки это какой-то такой обоюдный процесс. И вот в зале вы и я, и еще, и это энергия, да, это энергетический такой обмен. Но самое главное, мне кажется, то, что он возник, этот формат, он давно, наверное, возник, да, в формате обучения и так далее. Везде у нас онлайн какие-то конференции и так далее. И это нормально, все развивается, все обретает какие-то новые формы. Другой вопрос, что это должно быть органично тому человеку, который, да, возникает в кадре. Я не нашла для себя близким этот формат. Я поняла, что мне ближе вот такое вот общение глаза в глаза. Кому-то удобно, кому-то комфортно, а кому-то интересно это смотреть. И это нормально. У меня не было онлайн-концертов. Я участвовала в марафонах, но концертов мы в этом формате не делали. Мы терпеливо ждали, и я думаю, что мы дождались. И, в общем-то, в течение следующего месяца будут концерты, к счастью, я надеюсь, что, да, все будет. Поэтому онлайн-формат пока со мной не нашел, да, контакта или я с ним, не знаю, как правильнее сказать. Не хватает отдачи от зрителей. Ну, в общем, это какой-то, да, не мой момент. Будем надеяться, что будет как можно больше живых встреч. Да. Мне кажется, большинство зрителей и большинство поклонников романсов все-таки, и не только романсы, а и народные песни, и ретро-репертуара, да, и многих других. Да, я думаю, что очень многого будет не хватать в онлайн-формате, потому что это все-таки все эти взгляды, жесты, они рождаются исключительно на сцене. Потому что все равно, находясь в рамках дома, ты воспринимаешь себя и пространство, да, по-другому, и отдаешь какие-то другие немножечко, да, эмоции. Сцена, она... сцена есть сцена, и тут ничего не скажешь и не добавишь. Да, а с точки зрения зрителя живой концерт есть живой концерт, ничем не заменишь. Да. Не уходи. Сцена. 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 Да. Ирина, хотелось бы теперь немного о начале вашего творчества поговорить. В какой момент вы поняли, что вы можете стать только музыкантом? И могла ли вы, Ирина Крутова, при каком-то другом раскладе, выбрать не творческую специальность? Я думаю, что это все равно было бы творчество. Не знаю, в какой сфере это все равно было бы связано с каким-то рождением каких-то моментов. А даже сейчас, в моменты каких-то временных отдохновений, мне удается сделать украшения какие-нибудь, еще что-то. Может быть, я была бы брикмахером, может быть, еще что-то. Но я думаю, что это что-то, что такое создавать непременно. Потому что это мне близко, это мне дорого очень. Я ценю, когда другие люди делают что-либо своими руками. И я всегда очень трепетно к этому отношусь и с большим вниманием. Что касается того, была бы это музыка или нет, я думаю, что, наверное, у каждого из нас есть какой-то предопределенный момент. И с музыкой я шла всегда по жизни и всегда пела. Были какие-то, может быть, моменты, которые меня пытались отвести от этого. Но моя дорога, она меня ждала, и я все равно нахожусь на своем пути. Я так думаю, потому что это интересно мне, и я уверена, интересно многим. Это самое главное. А отвести от этого, это какие-то другие интересы появлялись? Или какие-то сложности на пути, которые, когда вы думали, что... Либо влияние, опять же, тоже родные, они как-то влияют. И, конечно, я думаю, что редкий родитель посоветует своему ребенку идти в артистическую среду. Потому что, понятно, количество сложностей, с которыми он столкнется. И, конечно, мои родители не исключение. Они переживали и волновались, как это все будет, куда это все приведет. И пытались мне предложить какие-то альтернативы, другие специальности, которые будут более спокойные, может быть. Но... А прежде чем всерьез заняться классическим вокалом, вы же закончили дирижерское хоровое отделение, да? Да. А почему пал выбор именно на дирижерское хоровое отделение? Почему не сразу вокал? У меня была попытка сразу попасть на вокальный, но я была еще достаточно юна. И мне сказали, что вам нужно еще вырасти. И тогда вы придете, и мы решим, что с этим делать. Поэтому я не стала тратить времени. И пришла в училище. Там тоже была постановка голоса. Этого, в общем-то, мне на тот момент, учитывая возраст, было достаточно. А главное, что я получила очень серьезную базу в плане других дисциплин. И я очень рада, что мой путь сложился именно так. И вам это помогает, да, в дальнейшей карьере? Безусловно, безусловно. Поэтому, мне кажется, ну как, наверное, избитая достаточно фраза, что все, что не делается, делается к лучшему. Но, как ни странно, это так. А у вас всегда была уверенность, что вы выйдете на большую сцену? Или были какие-то моменты, когда вы сомневались, что вот, может быть, не получится? Может, что-то не срастется? Или всегда была какая-то уверенность, что-то вас ввело прям к успеху? Вы знаете, наверное, сказать, что уверенность – это один из таких моментов, что я уверена в том, что все получится. Я уверена в том, что я делаю. Я просто иду, да, иду по дороге, которую вижу, которую чувствую. И результат тут уже, да, оценивается зрителям, оценивается моими коллегами. Я не думаю о том, что я выйду сейчас на сцену и всех покорю. Я живу музыкой, я выхожу и погружаюсь в музыку. И, наверное, вот в этом только лишь я уверена. Что касается побороть себя, я продолжаю этим заниматься. Потому что какие-то моменты, они всегда присутствуют, сложности какие-то свои, внутренние. И мне кажется, это такой бесконечный процесс. А что вам помогает бороться со сложностями, когда они возникают на вашем творческом пути? Наверное, характер. Потому что, как говорят, позади Москва, назад уже дороги нет. Нет, важно идти вперед. И, собственно, вот это ощущение движения вперед, оно, наверное, и выводит всегда из таких ситуаций. Потому что, как я всегда говорю, ребятам, когда на мастер-классах мы сталкиваемся, ты уже на сцене, уже невозможно ничего. Пути назад нет, да? Ты должен говорить. Вот то, что ты чувствуешь, то, что ты считаешь важным донести, ты должен уже открываться, и других вариантов нет. Либо не выходить. Но если уже вышел, то вперед. Да. Мне кажется, это сейчас очень такой вдохновляющий посыл для молодых исполнителей. Возможно. Потому что они, мне кажется, если услышат, то какой-то смелости у них прибавится в том, что они делают. Наверное. И здесь есть еще такой момент. Сейчас очень много людей поют, и очень многие считают, что это все легко и просто. Ну, вопрос, для чего ты это делаешь, если как-то в компании, для себя и так далее, один момент. Но если ты выходишь на сцену, да, нужно какой-то идеал в себе, да, нести и стремиться и так далее. И поэтому нужно понимать, для чего ты это делаешь, и делать как можно лучше для себя, да, на уровне своем. В первую очередь вы делаете это для себя, во вторую для зрителя, или... О, мне кажется, что первое появилось, курица или яйцо, не знаю. Мне кажется, опять, возвращаясь к предыдущим ответам о том, что это все взаимный процесс, мне хочется поделиться своим видением конкретной музыки, конкретных историй, и зритель либо принимает, либо не принимает. Поэтому тут вот такой очень момент. Все связано. Связано все. Ирина, хотелось бы поговорить о романсе, который занимает очень большое место в вашем творчестве. Расскажите, пожалуйста, как романс пришел в вашу жизнь? В одном из интервью вы сказали, что когда вы впервые участвовали в конкурсе «Романсиада», то заявку подала ваша мама. А почему ваша мама, почему не вы сами? Как так получилось? Дело в том, что когда студенты учатся в учебных заведениях, старинный романс, он как-то не входит в круг учебной программы, и поэтому я, наверное, не очень, в общем-то, и была в курсе, что это такое, что такое романс. Классический, да, он входит, но, опять же, все равно уделяется этому не такое серьезное внимание. А уж на тот момент, когда ты только в начале пути, мама отправила заявку, мне позвонили, сказали, приезжайте. Я приехала и поняла, что я ничего не знаю о романсе. Прошло время, я стала как-то в это погружаться, слушать, узнавать, искать ноты, записи. И в какой-то момент вдруг попыталась сама это, я не знаю, даже прожить, правильнее будет сказать. И все с этого момента. Я с романсом, он со мной. То есть это произошло уже после того, как вы поучаствовали первый раз, да? Не будучи, по вашему мнению, готовой. Ну, это было так, я действительно была не готова. Потому что романс – это какой-то отдельный мир и интересный, увлекательный. Но, опять же, таким миром может стать любой жанр, потому что, если уж за что-то браться, то нужно погружаться в это целиком и пробовать, пробовать, пробовать и не бояться ошибаться. Потому что, если ты не ошибаешься, как правило, не ошибаешься, значит, ничего не делаешь. А вот когда вы второй раз уже участвовали в романсиаде, вы были, получается, готовы полностью, да? И чем, по вашим ощущениям, отличался ваш второй выход на сцену в романсиаде от первого? Ну, тем, что я уже попыталась соприкоснуться с романсом, потому что то, что было до того, это было, ну, так, я постояла рядом, скажем так. А уже участие мое повторное, оно было с большим пониманием, с большим вниманием. К жанру. Ну, и, соответственно, результат был другим. И одним из произведений, которое вы пели, был знаменитый «Шелковый шнурок». Да. Знаменитый он, наверное, стал сейчас. А почему именно этот романс? Почему пал выбор на этот романс? Потому что ведь неочередно. Он был настолько необычный, и история настолько не то чтобы не банальная, а трагическая, совершенно трагическая история. И, наверное, вот этот страх от этой истории как-то, не знаю, здесь все вместе смешалось, и, опять же, попытки прикоснуться, да, к этому жанру. И вот эта интересная, какая-то совершенно новая для меня история. И я все-таки рискнула, потому что у меня было несколько романсов приготовлено, и буквально перед сценой меня спросили, ну, так что, «Шелковый шнурок» или вот там еще, я сказала, «Шелковый шнурок». И, наверное, он как-то решил, да, повернул. Да, и отдельной ответственностью же было то, что в жюре сидела Алла Николаевна Баянова. Да. И ей понравилось, да, ваше исполнение? Она его пела сама, и его пели, в общем-то, не так часто. Она была удивлена, я так думаю, потому что она буквально подпрыгнула в кресле, услышав его, потому что я думаю, что это не совсем конкурсный романс, в принципе, достаточно сложный. Но, тем не менее, спустя время его стали часто исполнять, и он, в общем, обрел какую-то даже популярность, можно сказать. И есть города, куда я приезжаю, и из зала кричат «Шелковый шнурок», независимо от программы, которую мы привезли, и песенная. То есть в отдельных городах, да? Да, да, вот он настолько западает в душу, что вот его просят. Но он не может не запасть в душу, мне кажется. Наверное, да, я говорю, настолько неожиданная история, что, конечно, он запоминается. А есть города, где именно он является таким моментом переломным, когда вдруг тебя понимают, принимают и открывают, потому что была программа, и зрители принимали. Но я чувствовала, что нет еще среди тех исполненных произведений, которые были, не было ключа к ним. И вот когда прозвучал «Шелковый шнурок», вот он оказался тем самым ключом к этой публике. То есть он помог найти контакт, да? Сто процентное совпадение произошло. Бывает по-разному, и он действительно запоминается. Милый мой, стройный, высокий, Милый мой, ласковый, жестокый, Бывает по-разному, и желтый, желтый, желтый. Бывает по-разному, и желтый, 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 желтый. Так было, мама. А потом, когда судьи спросили, Тот шнурок выпьем подарил, И ответила я, вспоминавая, Нет, никого, никого не знаю. Как-то раз, странно, не двигаясь, И смотря на стол, устаточной дырой, Как я в паспу увлеклась другим. Что цветом была вина моя, Что цветом меня счастлива, Что без счастья так было. А потом, когда судьи спросили, В эту ночь выявил, изменили, И ответила я, не желая, Нет, не помню, не помню, не знаю. Ранний час, пусто в клыке, Желтый круг в тщатом потолке, Вижу труп на шелком шмурке. Что цветом была вина моя, Что цветом меня счастлива весна, Что я счастье выпила до дна. А потом, когда судьи спросили, Вы его когда-либо любили, Не ответила я, понимала я, Боже мой, ведь любила, любила, Теперь я знаю. Ирина, сейчас вы уже входите в состав жюри Романсиады. Хотелось спросить, а по каким критериям Вы оцениваете молодых исполнителей? Что вас цепляет? Что должно быть молодым исполнителем Романса, Чтобы он понравился вам? Я, во-первых, хочу поблагодарить Галину Сергеевну Преображенскую, Которую создала конкурс Романсиады. Я считаю, что уникальное совершенно такое состязание, Хотя оно не воспринимается участниками как состязание. Я это знаю на своем опыте И знаю от сегодняшних участников, Потому что это действительно возникает такое содружество. После конкурса все общаются, дружат, То есть никакого соперничества. И вот спустя много лет она пригласила меня членом жюри. Мне кажется, самое главное быть убедительным и органичным. Тому, что тебе дано. Органичным своему голосу, своей фактуре, своему возрасту. Потому что когда выходят 17-летние, И вдруг начинаются какие-то... Страсти. Все было, уплыло. То есть либо нужно это как-то с иронией и так далее. То есть все-таки это должно быть как-то связано. И, конечно, все-таки для меня одно из важнейших качеств Это смысл и слово. Отношение к слову и донесение слова. Потому что мне вообще очень обидно отношение к нашему языку. Небережное. Да, и, конечно, все языки, они меняются. И все вокруг меняется. Но вот эти какие-то упрощения, Какие-то сегодняшние все моменты, Не могу сказать, что они меня радуют. Я понимаю, что это неизбежно. Но год назад уже, видите, как можно говорить, Год назад случилась программа, посвященная Пушкину. И я не могу передать. И по прошествии этого года я испытываю бесконечную радость Именно от соприкосновения с языком. Какое удовольствие произносить слова Именно так, как тогда, может быть, все это звучало. И ощущать эту красоту слова. И мне очень жаль, что сегодняшняя молодежь часто лишена этого. И я думаю, что однажды любой человек, Молодой, немолодой, соприкоснувшись с этим, Ему хочется снова и снова это испытать. Потому что это действительно удовольствие истинное. Действительно. И романс просто призван сохранять красоту языка. Это одна из его целей, каких-то миссий даже. Поэтому хочется верить, что будут все-таки люди, Жаждущие слышать свой родной язык. И помимо всех этих неизбежных упрощений, Которые возникают в жизни, Мы все этому подвержены. И нет смысла скрывать и говорить, Что нет-нет-нет, я не говорю таким образом. Но в жизни действительно мы проще разговариваем. Не так, как когда-то. Но если это можно сохранить хотя бы в романсе, Хотя бы в музыке, То, мне кажется, это важно сохранить. Не так много источников осталось, Откуда мы можем почерпнуть этот язык. Музыка, музыка, романс. Романс, да. В одном из интервью вы назвали романс Мини-спектаклем души. Вот напрашивается вопрос, А насколько вам изначально было сложно Разыгрывать этот мини-спектакль души? Или, может быть, не разыгрывать, Это плохое слово, А жить этой музыкой? Сразу ли получилось Раскрыться в этой музыке? Или это Тренировкой достигается, Какой-то работой? Или это больше от природы? Умение выражать чувства? Я думаю, что здесь все вместе. И обязательно природные, да, Конечно, моменты очень важны. Природное Прочувствование, что ли, да, Музыки, умение прожить. И к тому же романс, мне кажется, Очень располагает К тому, чтобы открываться самому. И через это Открывать зрителя, да. Не все эти истории, Которые звучат в романсе, Мы проживаем в жизни. Но, тем не менее, Он открывает, как будто нам Какие-то другие двери, И ты можешь себя представить, да, Где-то в каких-то других пространствах, Скажем, в других ситуациях. А когда вы работаете над романцем, Вы больше все-таки исходите от себя? Или какой-то образ, Он откуда-то ищется со стороны Чаще? Вы знаете, всегда по-разному, И это какой-то такой очень момент. Здесь все вместе, Одно в другое перетекает. Очень часто Поддаешься просто музыке, И она тебе Дает очень много красок. Иногда, да, Можно включить актерские какие-то моменты. Это не секрет, я думаю, ни для кого, Потому что Не всегда ситуация, Звучающая в романсе, Она характерна для тебя. И ты, конечно же, меняешься. Но тут важен, наверное, Как раз вот заданный момент, Насколько ты многогранен внутренне. Ирина, большое место в вашем творчестве Занимают военные песни. Хотелось бы спросить О балладе о матери, Которую вы исполняете. Насколько тяжело Вживаться в такой драматический образ, И насколько тяжело Потом восстанавливаться После исполнения подобного репертуара. Потому что Вот у меня, как у зрителя, Ощущение, что У меня вынули душу, Когда я слушаю это произведение. А что испытывает исполнитель, Когда стоит на сцене, Мне даже сложно представить. Ох, ты, насколько тяжело. Тяжело и то, и другое. Вернее, наверное, Жить этой песней Тяжелее, чем потом восстановиться. Потому что вдохновение И черпаешь из всего, Из любой красоты, Из любого какого-то красивого момента, Который ты замечаешь, Красиво падает тень Вдруг от света, от цветка. И этот момент тебя как-то Тоже наполняет. А вживаться, надо сказать, Что когда впервые я пела эту песню, Вот это был тяжелый момент. Потому что Когда я прожила Всю эту историю, Было ощущение, что Сейчас меня, наверное, Увезут на скорой помощи. Потому что отнимались руки. И было совершенно невыносимо. Именно даже на физическом уровне. Потому что это такой стресс, Стресс серьезный. Но со временем, Как-то, наверное, Хочешь, не хочешь. Я считаю, что это такие эмоции, Они тяжелые, Они очень сложные. И для восприятия тоже. Но они необходимы. Потому что, если мы об этом забудем, И если нас не будет, Хотя бы музыка так потрясать, Мы просто как-то Станем совсем другими. И мы перестанем чувствовать. Потому что Вот такие совершенно Эмоции, которые тебя выбивают Совершенно из колеи, Они, наверное, тоже Необходимы, Чтобы не забыть, Что мы умеем чувствовать. И что-то должно нас До такой степени волновать. Потому что сейчас Настолько как-то нас Это меня не касается. Это меня тоже не касается. Это все не так важно. Это все Как-то все так в стороне. А уж касаемо этой темы, Мне кажется, Нужно постоянно об этом говорить. И мы, в общем-то, Безотносительно дат, Май, не май и так далее, Мы стараемся так или иначе Включать подобные произведения В программу. Ну вот сейчас Прививка очень популярное слово. Это вот своеобразная прививка. От равнодушия? От равнодушия. Для напоминания о том, Что было. Чтобы мы знали, Что испытали наши предки. Хотя мы можем только лишь предположить. Потому что Мы уже живем в другое время. Но даже мысли об этом Я до сих пор, Несмотря на количество Фильмов, Записей и так далее, Увиденных, просмотренных, Каждый раз соприкасаюсь С этой темой. Меня это потрясает До такой степени, Что это не передать словами. Это, конечно, Это какая-то внутренняя работа. И опять же, Она необходима и артисту, И зрителю. Постарела мать За тридцать лет, А вести от сына Нет и нет, А нам все продолжать За тридцать лет, Потому что верить, Потому что мать, И на что надеяться, Много лет, как кончилась война, Много лет, как все пришли назад, Кроме мертвых, что в земле летать, Скоро, что в земле летать, Скоро, что в земле летать, Мальчику без устьев не решит. Раз все признав, О весне, Филь документальный, О войне, Все пришли в скидок и сторвал, Кто послал войну, И кто не знал, Перед горной памятью Людской Разлез не в стрелке, Борис, И кто не знал, Вian-стор заложен На брат Спаса И кто не знал, Уны-не-не-не-не-не-не- revenge. И кто не знал! Алёша, я сынок! Алексей! Алёша, я сынок! Алексей! Алёша, я сынок! Сколько сынок, послышал тебя? Алёша, я сынок! От революции строкшей его Становать прикрить его с собой Забоясь, кругом войдёт Но сквозь долю мчался сын вперёд Алексей! Крича, я сынок! Алексей, я сынок! Забери! Забери! Когда сменился Сынок стал сверить Просит мать осенья Повторить Просит мать осенья Повторить Повторить Просит мать осенья Повторить 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 Просит мать осенья Повторить 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 А от чего вы отталкиваетесь, выбирая, какой аккомпанемент будет у произведения, которое вы исполняете? Это зависит от эпохи, в которой было написано произведение, или от характера произведения, веселое оно или грустное? Сложно сказать. Это такой очень момент. Иногда тебя приглашает конкретный коллектив для того, чтобы прозвучала программа, посвященная либо какой-то эпохе, либо какому-то событию. И ты собираешь программу, уже конкретно понимая, какой коллектив будет аккомпанировать. И, конечно же, да, это учитывается. Либо, опять же, какие-то сольные программы, где я могу влиять на то, кто будет со мной на сцене. Да, эпоха, конечно, тоже как-то диктует. И иногда хочется привычное звучание изменить, и ты пользуешься моментом, и даешь какой-то другой формат, другой коллектив, другой состав исполнителей. И это тоже уже меняет как-то взгляд на музыку. И у зрителей, наверное, восприятие этого произведения совсем другое. Думаю, да. А от чего вы отталкиваетесь, когда формируете программу свою концертную? Вы сочетаете какие-то разные направления? Очень сложный вопрос, очень сложный и практически интимный вопрос. Потому что это такой момент, мне кажется, все на кончиках пальцев и все на ощущениях. Даже сейчас конкретно, беря предыдущий концерт, который предстоит, есть определенная какая-то форма у него. Но даже сейчас уже хочется что-то добавить, что-то изменить. Потому что мы меняемся, настроение меняется, и хочется, может быть, какие-то другие акценты поставить, другие краски внести. И поэтому еще, наверное, будут какие-то изменения. Мы расскажем нашим зрителям, что концерт Ирины Крутовой будет 13 февраля. Расскажите, пожалуйста, уже известно, какие произведения войдут? Потому что называется же ретроспектива жанра, да? Да, поскольку он к нам пришел. Это не просто он стал русским романсом, а пришел этот жанр, конечно же, из Испании. Он совсем не родился в России. И потом он совершенно изменился, и стали писать наши композиторы. Потом возник отдельный жанр старинного романса. И вот это все хочется охватить и все вложить в программу. И когда-то, например, сто лет назад, во времена Анастасии Вяльцевой, которая царила тогда на сцене, была просто кумиром всей страны и одной из самых известнейших женщин страны. И звучала ее просто визитка, ласточка. И все думали, что это вот пой, ласточка, пой. Это наша песня, наш романс. Но совсем нет. Это итальянская песня, которая есть, да, то есть первоисточник. И вот мы попытаемся это все соединить. И он придет в Россию все-таки, этот жанр, и он обретет свои формы, которые мы сейчас знаем и любим. И, наверное, что-то еще и современного прозвучит, что-то недавнее, не так давно написанное. Про современный романс хочется отдельно спросить. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас романс развивается? И есть ли композиторы, которые творят в наше время, с которыми вы сотрудничаете? И, может быть, кто-то для вас специально пишет произведение? Романс, конечно, развивается, как и все вокруг. И, опять же, я скажу про Галину Сергеевну Преображенскую, которая романсиаду расширила. И масштаб этого, даже слово, можно сказать, да, довела до такой степени, что это уже просто вот такое огромное движение, действительно. По-настоящему международное движение, потому что туры конкурса проходят и в Германии, и в Италии, и в Киргизии, и в Казахстане. То есть совершенно нет границ. Нет границ для романса, нет границ для романсиады. И опять в этом большом понимании, в этом движении есть конкурс авторской романсиады, куда приходят композиторы, которые пишут романсы и представляют свои творения. И они потом печатаются в сборниках, и исполнители сегодняшние могут к ним обратиться и исполнять. И, конечно, он жив, он, конечно, он другой, потому что... Он идёт в ногу со временем? Сложно сказать. Что значит в ногу со временем? А может быть, он и не должен идти в ногу со временем. Да, хороший вопрос. Может быть, он должен оставаться, вот, имея своё совершенное лицо, и не угождать сегодняшнему времени. Опять же, я коснусь языка, потому что сегодня другой язык. И это накладывает отпечаток и на музыку, и она получается какой-то другой. Может быть, пусть он будет такой возвышенный и как бы далёкий, но при этом простой и любимый. То есть романс развивается, но не угождает тенденцию? По-разному, я думаю, что по-разному здесь зависит от автора, что он хочет. Если он хочет идти в ногу со временем, он, наверное, будет идти в ногу со временем. Опять же, в его понимании, да, что это такое. Поэтому тема «Прекрасен романс», что каждый может в нём найти какие-то свои важные моменты и краски, и ими апеллировать, находясь на сцене и рисовать картины, кто на что способен. У кого какой художественный вкус, скажем так. Поэтому зрителю, мне кажется, интересно, потому что артистов много, и все такие разные. Можно каждому зрителю выбрать на свой вкус исполнителя, кто ближе. А вы ещё во многих интервью говорите, что вы любите знакомить зрителей с неизвестными произведениями, которые раньше либо мало исполнялись, либо вовсе не исполнялись. А как происходит отбор произведений, как происходит поиск? Это отдельная тема, потому что количество прослушанного материала, количество просмотренных нот, количество стихов и так далее, оно столь великое. И мне интересен сам вот этот процесс, и вдруг какое-то произведение, не обязательно оно там какое-то масштабное, опять же, известное, оно вдруг откликается во мне, и я в нём вижу какой-то свет, который меня привлекает, и я выношу это на сцену. И потом, спустя время, когда люди ждут именно это произведение, это, конечно, отдельная радость, такая моя личная. Что вы открыли зрителям произведение, что оно получило новую жизнь. Да, и есть какие-то, можно сказать, список, да, топ, как сейчас говорят романсов, которые всегда прозвучат в любом исполнении, в любом формате, в любом варианте, и они будут приняты на ура. И это тоже прекрасно, это тоже определённый такой формат, скажем, да, звучание. Для меня лично ценнее, когда звучит романс, не столь часто звучавший, и который принимается так же, как тот, который вот уже хит-хит. Поэтому это такой исполнительский момент и отдельная исполнительская радость. Победа, да? Ну, так, да, для себя ты себе ставишь какую-то, ну, у всех должны быть, наверное, какие-то ступени, к которым ты должен стремиться. Ну, не то чтобы это победа, но радость, наверное, будет более подходящее слово. Хотелось бы поговорить о ваших зрителях. Какой он, зритель, который приходит на ваши концерты? Хороший и родной. Мне кажется, зритель — такое очень ясное отражение артиста всегда. И очень многое можно сказать об артисте, глядя на его зрителей. И я рада, что мои зрители вот такие, какие они есть, что они ценят все те придумки, которые возникают у меня, все те мысли, которыми я делюсь. И, ну, если можно, так сказать, адекватные зрители, что никакого фанатизма излишнего и каких-то там таких моментов на грани, ничего такого нет. И всегда очень такой теплый и адекватный прием. И тонко ценящие какие-то мои такие личные моменты, которыми я делюсь, это очень приятно. То есть ощущение понимания, взаимопонимания со зрителем. А есть ли молодые зрители? Да. Да, это отдельная радость. И вот вы говорили, победа. Вот здесь, наверное, это можно употребить, потому что, конечно, принято считать, что романсовая публика, это, как правило, публика зрелая. Либо все говорят, ну, бабушки все наши. Ну, они росли и знали эту музыку, конечно. Но мне кажется, большим достижением сегодня, когда молодые приходят в зал, и надо сказать, что если однажды молодые люди приходят в зал, то они уже будут с нами, они приходят снова и снова. Потому что вот эта глубина чувств, которые дает и романс, и песня, мне кажется, на сегодняшний день мало где можно прожить все такие эмоции. То есть именно глубина эмоций, чувств, да? Привлекает молодых людей. Ну и опять же, я вернусь к языку, конечно, это отдельная эстетика звучания слова. То есть язык и возможность соприкоснуться со словом тоже привлекает молодых людей? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мне хотелось бы верить, по всяком случае, что это так, потому что большинство музыки, которая звучит, и который формат сегодня, она, конечно, не облагораживает, не обогащает, скорее, наоборот, какие-то другие преследуют задачи. И если молодые оказываются у нас в зале, то это очень-очень хорошо. В одном из интервью вы сказали, что у вас нет любимого романса, и что любимые романсы меняются в зависимости от этапа жизненного. И их может быть один любимый романс, может быть у вас на определенном этапе, или несколько. А на данном этапе есть какие-то романсы, которые сейчас ближе всего вам? Ну, пожалуй, первый, который приходит, это «Свеча горела». Опять же, потому что в том числе там и стихотворное начало потрясающее, «Пастернак», и все это удовольствие. И, наверное, вот он как-то один из таких сейчас каких-то близких, скажем, близких по своему полету, что ли, который там заложен. А каких романсов больше от вас зрители ждут? Это драматические романсы, какие-то серьезные темы, или что-то более легкое, те же три вальса, например. Сложно сказать, это у вас, надо у зрителей спросить, с чего вы ждете. Мне больше драматический репертуар. То есть я шелковый шнурок, «Благодарю, не надо», «Свеча горела», все, где надо подумать, все, где надо прочувствовать. Вы знаете, я, наверное, ближе была бы к вам, хотя в каких-то таких характерных вещах тоже интересно и здорово себя ощущать. Здесь как раз вот кто что, тоже какой момент у кого сейчас, кому что сейчас хочется услышать. Поэтому, мне кажется, все так очень сиюминутно. В каком настроении оказался зритель, в каком настроении я сегодня. Поэтому самое главное, что в романсе столько красок, что он всегда может прийтись вовремя и быть ко двору, что называется. Мело-мело по всей земле, По все пределы, Свеча горела на стене, Свеча горела, Как летом ровно, Мышка летит на пламя, Свеча горела на столе, 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 Свеча гадела, На зародный потолок Ложились тени Вскрещенье рук, Вскрещенье ног, Вскрещенье рук, Вскрещенье ног, Судьбы Вскрещенье. Ирина, все направления музыкальные, в которых вы работаете, они требуют очень большой энергетической наполненности. А как вам удается все время настолько наполненно и подходить к каждому концерту? Как удается? Иногда не удается, поскольку семья и дети имеют место в моей жизни, и очень часто какие-то хлопоты домашние, они с тобой практически до выхода на сцену, поэтому иногда ты вот выпрыгиваешь буквально на сцену и погружаешься в этот поток, совершенно не успевая. То есть это вот как прыжок в воду, такой неожиданный. Поэтому это такой очень сложный вопрос, в том смысле, что нет какого-то ритуала, что вот я готовлюсь, я знаю, что есть такие артисты, и они за неделю до концерта его не должны беспокоить и так далее. У меня такой момент невозможен, поэтому все очень так живо. Поэтому, наверное, сама сцена дает какие-то силы, и музыка дает. То есть это такой очень сиюминутный момент, то есть находясь на сцене, начинается вот это вот наполнение, наверное, так. Уже в процессе, да? Да, скорее всего так. А ваши дети интересуются музыкой? Да, интересуются. И надо сказать, что дочка, она, в общем-то, слушала и пела всегда, но не пела на сцене, а в любом случае она музыкально реагировала на все, что видит и слышит. И у нее были и есть любимые классические произведения, у нее там есть плейлист, который она к нему постоянно обращается. И я уверена, что ее плейлист совершенно отличается от многих тех сверстников, которые, да, нас окружают. Поэтому, да, ну, а, собственно, это неизбежно. Они всегда с нами, мы всегда слушаем что-либо, говорим о музыке. Конечно, они все это впитывают. Это естественно. А есть какие-то мысли, что, может быть, у вашей дочери будет жизнь связана с музыкой, профессиональная жизнь? Не знаю, но во всяком случае сейчас у нее вдруг проснулся интерес, и она начала играть на фортепиано, начала учиться. Многие считают, что мы должны были как-то этот момент подталкивать и, в общем-то, их призывать к тому, чтобы они занимались музыкой. Я этого не делала, в общем-то, достаточно сознательно, потому что я знаю много примеров, когда люди окончили музыкальные школы, училища и так далее, и потом показывали дипломы и говорили, все, папа, мама, на этом все отношения с музыкой завершают, вот вам диплом и так далее. Я не хочу, чтобы так было. Мне кажется, что музыка, это должно быть жизнью, и это должен быть живой интерес, потому что, когда это превращается в обязанность тут как раз заканчивается уже и музыкой, и творчество. Хотя, наверное, с точки зрения образования это неплохо, но вот, собственно, она сама к этому пришла, и это замечательно. В интернете еще очень много записей, где вы даете мастер-классы молодым исполнителям. Скажите, пожалуйста, а насколько велик ваш интерес к педагогической деятельности? Когда-то, будучи девчонкой, я считала, что я буду прекрасным учителем. Ну, тогда мне так казалось. Мы себя иногда иначе ощущаем в юности. Я была уверена, что я буду прекрасным педагогом. И, надо сказать, уже в зрелом состоянии, когда меня стали к этому подталкивать, именно подталкивать, потому что я осознала, находясь на сцене, я осознала ответственность которая, в общем-то, неизбежна, если ты передаешь какие-то знания. И мне стало так страшно. И вы сказали, много записей, как раз немного, потому что мастер-классов было немало, но записей как раз не так много. Но для меня каждый раз это такая, в общем, серьезная работа. и это интересно. И надо сказать, что есть чем поделиться. И все то, о чем я говорю, это не какие-то слова из книжек и какие-то заученные фразы. Это все абсолютно моя жизнь, мой опыт, который пришел ко мне благодаря моему творческому пути, благодаря тем людям, которые мне встречались на пути, с которыми я общалась, которые мне, которые тоже делились со мной опытом. Но здесь очень важен момент, слыша и воспринимая все то, что к нам приходит, фильтровать это, да, и все это соотносить с собой, потому что невозможно потом сказать, что вот, мне учитель сказал так, и я делаю так, а человеку некомфортно в этом, то есть мы же, это наша жизнь, мы должны ее проживать сами, поэтому необходимо все это соотносить с собой, со своими ощущениями, потому что пение и исполнение это действительно ощущение, бесконечное ощущение. То есть надо чувствовать, да, подходит ли тебе то, что тебе говорит педагог, и брать на себя ответственность. Безусловно, потому что потом педагог уйдет по каким-либо причинам, а ты остаешься, либо ты оснащен уже своими личными ощущениями, да, и знаниями, и важно слушать себя, да, воспринимать то, что ты воспроизводишь в том числе, и, конечно, быть ответственным самому за себя, а не перекладывать ответственность на педагога, что вот он мне чего-то недосказал и так далее, потому что мы учимся отовсюду, любые записи, любые видео и так далее, то есть это то, что мы транслируем со сцены, это то, что мы накопили за наш жизненный, да, какой-то период, и чем больше вы знаете, тем больше моментов, больше красок вы можете вложить в то, чем делитесь, то, как вы делитесь, поэтому это такой очень серьезный момент, мне кажется, преподавание и безусловно интересно. Вы для себя не исключаете возможности? Не исключаю, не исключаю, да, но, наверное, это будет в таком, каком-то, в большей степени, может быть, индивидуальном каком-то формате, хотя, не знаю, я не знаю, как повернется, не знаю, главное, что мне это, в общем, нравится, и несмотря на мой страх и мои опасения, которые, в общем-то, всегда меня преследуют, потому что я такой человек, сомневающийся, бесконечно сомневающийся в себе, в первую очередь, поэтому я открыта, открыта всему новому, и главное, опять же, повторюсь, что есть уже чем поделиться. Ирина, о чем вы мечтаете, как исполнитель, как музыкант? Может быть, что-то, что вы еще не реализовали, но хотелось бы реализовать? Ну, пусть это тогда останется мечтами, чтобы было чего сбыться, а что возможно реализовать, то мы будем пошагово к этому и идти, вот, и я думаю, что ближайший концерт тоже, отчасти, тоже он входит в разряд мечты, потому что очень долгое время мы об этом мечтали и не знали, состоится ли и поэтому я думаю, что мечтать петь, мечтать жить, мечтать радоваться жизни, и, конечно, я мечтаю, чтобы мы были здоровы, не только физически, но и эмоционально в том числе, и я думаю, я думаю, что музыка это такой, в общем-то, поплавок, если можно сказать, спасательный круг, который позволяет нам быть на плаву среди массы вообще каких-то звуков и каких-то информаций и так далее, которые заполнены на нашу жизнь, но необходимо находить какие-то свои ориентиры и стремиться к чему-то прекрасному и красивому. Я надеюсь, что те зрители, которые нас сегодня услышат, они даже, может быть, те, кто не будут на тот момент знакомы с романсом, захотят прийти на ваш концерт. Я напомню, 13 февраля Дом ученых концерт Ирины Крутовой. Спасибо вам огромное за этот разговор. Мне было очень интересно. Спасибо за встречу взаимно. Спасибо. Это был блог Мольта Бене, и сегодня у нас в гостях была певица Ирина Крутова. С вами была Ольга Багрянцева. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»